В один контейнер кладутся только вот эти вот мешочки, которые с цветным мусором. В один контейнер. А во второй будет все обрезки. Водный инструктаж и участники субботника устремляются в лес. Этот зелёный пояс – микрорайоны Бахчеванжи, что расположен сразу за Чкаловским, для местных жителей лучшее место для прогулок. Частое посещение леса привело к тому, что в нём скопилось много бытового мусора. – Неоднократно были и обращения. Ну и мы выезжали сюда, смотрели, что здесь необходимо почистить этот уголок. В первую очередь это безопасно, чтобы не было здесь ни наркомании, ни распития спиртных напитков. Поэтому и аварийно-спасательные, и все службы администрации задействованы здесь. Собирать выброшенные под деревья пакеты мусора, пикников, как и в Щелкове-7, вышли сотрудники администрации района, управления ЖКХ, службы спасения, управляющие компании, депутаты, жители – всего около 50 человек. – Все весёлые, да, потому что чистим лес. Лес – это всё-таки наши достопримечательности. Наши действия сегодня – очистить большую территорию леса от мусора, который принесли вот сюда жители. Вот здесь отдыхали и за собой не убрали. – Прочищаем лесной массив. Ну, работы достаточно, но я так думаю, за сегодня мы не справимся. Это ещё на весну хватит, на долгую. – Настроение нормально? – Да нормально. Мы привыкли к субботникам. – Спасибо. – Тем более для разного города. Жители против мусора. На этом участке лесного массива, расположенном микрорайоне Бахчеванджи, на это порядка двух гектаров, вышло несколько десятков человек. Люди собирают мусор, используя для этого раздельную технологию сбора. Ветки, порубочные остатки в одну сторону, ну а бытовой цветной мусор – в контейнер. Из лесного массива в тот день было собрано пять тонн цветного мусора и несколько куч из древесного валежника. Благое начало положено. Теперь остаётся поддерживать порядок. Михаил Налётов, Валерий Жегле и телерадиокомпания Щёлково.